Музыка Когда чебоксары отмечают день рождения, с неба на улице города спускаются утки. И неспроста. Многим известно, что именно эти птицы украшают герб столицы Чувашия. Подобные инсталляции можно увидеть повсюду, но горожан пытаются удивить не только утиными скульптурами. Центральная улица в день города превращается в творческий бульвар. Для тех, кто требует зрелищ, устраивают шоу силового экстрима. Обо всем подробнее прямо сейчас, но сначала немного истории. 18 августа чебоксарам исполнилось 544 года. Первые упоминания о городе появились в письменных источниках, датированных 1469 года. Тогда здесь, на своем пути, в Казанское ханство остановились русские воины. В 1555 году, после добровольного вхождения Чувашского края в состав московского государства, здесь была заложена крепость. Она долгое время защищала южные рубежи страны. В 17 веке чебоксары становятся мощным торговым центром по Волжье. Тогда же город прославился своим колокольным производством. На это же время пришелся архитектурный расцвет. Город изобиловал церквями и храмами. Красотами чебоксар восхищались путешественники, писатели и даже Екатерина II. Императрица, проплывая по Волге, говорила так. Чебоксары во всем лучше Нижнего Новгорода. И по сей день столицу Чувашии многие называют «жемчужиной России». С самого утра чебоксарцы настроились на рекорды. Горожане пришли на Красную площадь, чтобы вместе сделать зарядку со звездой. Организаторы мероприятия в этот раз замахнулись на книгу рекордов Гиннуса. Чтобы попасть на ее странице, в одном месте необходимо собрать более 15 тысяч человек. И эта планка досягаема. На площади уже и яблоку не где упасть. Чебоксарцы уже давно делают зарядку вместе. Поэтому и перспектива попасть в книгу рекордов Гиннуса оказалась не такой уж и безоблачной. Самый массовый физкульт-привет всему миру недавно сказали жители Киева. В украинской столице в попытке побить рекорд участвовали более 12 тысяч человек. В Чувашии для всех желающих сделать зарядку даже не хватило специальных браслетов. Именно по ним и вели подсчет. На Красную площадь пришли около 30 тысяч горожан. Хедлайнером спортивного праздника стал известный артист Виктор Логинов. Рука в руке, нога в воде, вместе с нами проводят эту замечательную утренную гипнастику. И я смотрю, что с каждой минутой народа становится все больше и больше. Лучше пронести не обещают всех желающих. Здесь самый цвет столицы Чувашской республики. На зарядке в первых рядах министры и депутаты. Вместе с ними рекорд устанавливали семейные команды, школьники, студенты и коллективы чебоксарских заводов. Премьер горожанам подавали известные спортсмены и лучшие фитнес-инструкторы Чебоксара. Здорово! Очень понравилось! Замечательно! С настроением пришли! С удовольствием! У нас очень много народу. Учеников много, учителя все пришли. Мы в отпуске все равно с удовольствием все пришли. Я специально приехала из Питера на эту зарядку. Вот с сестрой пришли и с племянницей. Что очень нравится. С детьми, с детьми, с детьями. Нас здесь семь человек. Вот что люди делают, то и делаем. Машем руками. Танцуем и машем руками и пляшем. Ну не особо так сложно, да? Нет, не сложно, очень хорошо. Просто непонятно. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Кто-то подпрыгивал, кто-то подплясывал. Утреннюю зарядку все делали с удовольствием. Энергия в массах била через край. Праздничный день с гимнастики решили начать и гости из Анголы. Отлично вообще. Что-то делаем. Зарядка делаем. Круто вообще. Наши студенты и вообще наш Чувашский государственный университет, вуз здорового образа жизни, и наши студенты не только учатся, умеют и учиться, и отдыхать, и заниматься спортом. Зарядку провели на ура. Документы отправили на рассмотрение официальной комиссии. Но уже сейчас очевидно, что в день рождения Чебоксар рекорд свершился. И это главный подарок городу. Зарядка. А в одном из Чебоксарских парков в день города привычную тишину нарушили мастера художественной резьбы. Бензопилами орудовали настоящие профессионалы. Неоднократные победители престижных конкурсов. В столицу Чувашии они приезжают четвертый год подряд на международный фестиваль. За звание лучшего в этот раз боролись 10 художников из Воронежа, Кирова, Москвы и даже Белоруссии. Деревья пилили, щепки летели повсюду. Организаторы фестиваля поставили перед участниками непростую задачу. На глазах зрителей они создавали фигуры животных. Направление резьбы в этом году мы выбрали с темой экологии, связали. И долго думали, что нам связать с экологией. Мы поняли, что животный мир – это именно наша экология, наши окружающие друзья. И решили назвать фестиваль в мире животных. Но сначала для мастеров устроили испытания на скорость. За 45 минут они вырезали из дерева небольшие скульптуры. Медведей, орлов, попугаев, котов и змей выставили на показ. Чебоксарцы оценили работу по достоинству. Удивлялись не только дети, но и взрослые. На то, чтобы создать фигуры с человеческий рост, недостаточно и трех часов. Сначала мастера берутся за топоры и срубают с дерева кору и сучья. Кто-то вооружается эскизом, кто-то начинает работу на глаз. Любое неосторожное движение и вырезать фигуру приходится сначала. Хотя мастера художественной резьбы – настоящие ювелиры. В любом кусочке дерева они видят произведение искусства. Сначала, конечно, все это рисуется в эскизе. Если, конечно, после эскиза можно еще сделать маленькую фигурку, то есть некий прототип будущего изделия. Но если, конечно, времени нет, то можно обойтись без этой фигурки. И, конечно, в последнюю очередь все зависит от материала. Бывает, ты эскиз делаешь, смотришь на материал, но никак не подходит. Придется переигрывать уже. Работа филигранная, инструмент громоздкий. Даже мелкие детали организаторы запрещали вырезать стамесками. В дело шла только бензопила. Но в руках опытных художников по дереву она словно акварельная кисть. Истинных мастеров художественной резьбы в России не так много. Каждый год они приезжают на Чебоксарский фестиваль. Я думаю, что это не настолько сложно, потому что это русская традиция, когда любой мужик зимой в деревне темным зимним вечером вырубал игрушку ребенку. Вот сейчас я буду делать тоже что-то подобное. Мы в основном делаем все-таки какие-то проекты художественные, фестивали тоже проводим, делаем такие эксклюзивные вещи. Либо ездим по миру и участвуем в таких же симпозиумах, в фестивалях по дереву, песку, льду, камню. Участников фестиваля награждают солидными призами. А мастера в ответ презентуют изготовленные фигуры городу. Деревянные миниатюры по традиции установят в одном из столичных парков отдыха. На радость местным жителям. Чебоксарцев с днем города поздравляли с высоты птичьего полета. В небе над Красной площадью появились самолеты. Пилоты небольших яков – настоящие виртуозы. Они удивляли всех фигурами высшего пилотажа. Представляю вам воздушный полет! Пилотажная группа «Первый полет» Основная в 2009 году Балетом это авиашоу называют не случайно. Складывается ощущение, что в воздухе самолеты не летают, а танцуют. Пилоты то и дело рисовали в небе фигуры трезубца и сердца, уходили в пике. Этой пилотажной группой руководит женщина. С земли ее самолет можно отличить ото всех. Если мужское трио летает на 52-х яках, то Ирина Маркова взяла штурвал более маневренного яка 54. В Чебоксарах со своим авиационным шоу они не выступали никогда. Жители города наградили пилотов громкими овациями. Знаете, мне как человеку военному понравилось это шоу и уверен, что каждому жителю города понравилось это шоу. Это действительно ас из воендела. Это действительно люди, имеющие богатые школы летом мастерства. Московская пилотажная группа в Чебоксары прибыла не случайно. Каждый год вместе с жителями Чувашской столицы свой профессиональный праздник отмечают работники воздушного флота страны. Когда мастера воздушных виражей скрылись за горизонтом на Красной площади, фанфары зазвучали в честь военных летчиков. Это важнейшие даты в истории отечественной авиации. Военные летчики и штурманы, ученые и конструкторы, инженеры и техники, рабочие авиационные промышленности во все времена проявляли героизм, отвагу, трудолюбие и преданность Родине. Настоящие мужчины в этот день мерились богатырской силой. Испытания для них уготовились серьезные. Первый конкурс – своеобразная разминка. 60 килограммов, 80, а потом и 100. Такая ноша всем оказалась по зубам. Правда, некоторым на пути к победе пришлось попотеть. Самых сильных людей в Чебоксарах выбирают уже восьмой год подряд. Организаторы конкурса с каждым разом испытания пытаются усложнить и отяжелить. Столицу Чувашии представлял только один участник. Конкуренцию ему составили гости из Нижегородской области. Причем один из спортсменов уже добивался титула самого сильного человека в городе Арзамас. Но забраться на Чебоксарский педестал подсчета оказалось не так-то и просто. Уступать победу соперники не желали до последнего. Как бы не тяжела была ноша. Раз. Зрители считают. Пять. Из турки агромбача поставить на стол. Пять. Но с каждым этапом вес снарядов становился все тяжелее и тяжелее. Колеса, громоздкие бочки и баллоны. Приходилось поднимать богатырям даже легковые машины. Причем в салон организаторы решили посадить двух пассажирок. А селить такой груз удалось не всем. Самые выносливые спортсмены подняли авто более 15 раз. Пауэрлифтеры признаются, что силы им продают не только тренировки в спортивных залах. Важнее всего на таких соревнованиях поддержка зрителей. Чебоксарцы не скупились на аплодисменты. У некоторых горожан даже появились свои любимчики. Молодец, Сергей Дятлов. Давай еще один. Успеешь, давай. Очень тяжело. Зрители помогают. И только их желание быть рядом с нами. И наше желание подарить праздник городу, где бы мы не выступали. Помогает нам преодолевать такие весы. Напоследок силы спортсменов решили проверить с помощью грузовика. Девятитонную машину им пришлось тянуть двумя руками. Нагрузки колоссальные. Работают все 600 мышц организма. Давай, давай. Работай. Еще. Дни, дни, дни. Еще чуть-чуть. Тащи, тащи, тащи. Давай, давай, давай. Ноги, ноги. Еще чуть-чуть. Ногами. Нож, нож, нега. Еще чуть-чуть. Тащи, тащи. Опа. Нет. С места грузовик удалось двинуть всем. Но быстрее своих соперников до финишной черты многотонный автомобиль протащил чебоксарец. На это ему понадобилось всего лишь 30 секунд. Все благодаря тренировкам. Изнурительным, мучительным. Три часа, четыре раза в неделю. Вне зависимости от погоды. На тренировках вес был больше, чем здесь установленный. Из-за того, что участники другие, молодые, не все могут осилить тот вес, который я поднимаю на тренировку. Сделали поменьше, чтобы все выступали. Родные стены и тренировки Дмитрию Смирнову помогают не первый год. Спортсмен уже в пятый раз подряд завоевывает титул самого сильного человека чебоксара. И найти приемы против него пока не может никто. Чебоксары – город интересных инициатив и креативных идей. Раз в году центральные улицы Чувашской столицы превращаются в творческий бульвар. Талантливых людей здесь можно было встретить на каждом шагу. Члены клуба исторической реконструкции перенесли горожан в эпоху Средневековья. Свой лагерь они разбили прямо на проезжей части. Пока женщины обустраивали жилье, рыцари сражались на мечах. Рыцари и их прекрасные спутницы – самые обычные жители города. Средневековую одежду, доспехи и даже мечи они делали своими руками по старинным эскизам из книг. Приемы боя молодые люди почерпнули из той же эпохи. Металлический меч, металлический шлем и кольчужно-металлическая барминца, которая защищает его лицо. А так вы видите костюм древнерусского воина. Судя по всему, по шлемам, потому что шлем и сделанный железом был очень дорогим, и меч очень дорогим. Самым дорогим предметом вооружения древнерусского воина. Судя по всему, это такой зажиточный, опытный древнерусский воин. На творческий бульвар временно переехали танцевальные студии. Преподаватели обучали горожан знойным ритмом в стиле латино. От желающих попасть на уличные курсы, научиться танцевать сальса и бачата не было отбоя. На творческом бульваре прописались и мастера иллюзий. Пока дети ловили гигантские мыльные пузыри, взрослые пытались разгадать секреты фокусов. Мое поздравление гостями жителей Солочной Чувашии с днем рождения города Чебоксары и волшебный подарок. Волшебный шар мудрости. На уличные площадки переехали служители мельпомены. Свои спектакли горожанам показывали не только профессиональные актеры, но и экспериментальные студии. Чебоксарцев с праздником поздравляли великаны, королевы и ангелы. Есть белые ангелы, у меня красный, черный ангел. Сам образ подозревает из себя как бы дьявол. Ну я хороший дьявол что ли. Все улыбаются, всем нравится. Балом на арт-бульваре провели артисты, фокусники, поэты и музыканты. Всего здесь собрались более тысячи участников. Для Чебоксар это тоже своеобразный рекорд. Побить его попытаются и в следующем году. Многие горожане голосуют за продолжение необычного проекта. Чебоксары – жемчужина России и это город, где хочется жить и творить. Здесь уважают прошлое, оценят настоящее и оптимистично смотрят в будущее. Страницы многовековой истории города на сцене удалось перелистать за полчаса. Чебоксары – милый город. В нем живем, творим и поем мы. Он по-прежнему нам город. Здесь исполняются все твои мечты. Чебоксары – милый город. В нем живем, творим и поем мы. Он по-прежнему нам город. Здесь исполняются все твои мечты. Город, город живет, кипит, растет. Здесь по-любому все произойдет. С самого детства, чек-па и средства С улицы мы получали в наследство Опыт росли головой и телом Жили по совести, занимались делом Музыка помогала подниматься Творчество давало сил развиваться Чебоксары, как молоком мамы Силы давали, такие панорамы Проспекты, районы, причалы, бульвары Сделал свое дело, это все Чебоксары, да Мой милый город, в нем живем, творим и поем мы Он родной такой, он так нам дорог Здесь исполняются все твои мечты Чебоксары, милый город, в нем живем, творим и поем мы Он по-прежнему нам дорогу Здесь исполняются все твои мечты Чебоксары, милый город, в нем живем, творим и поем мы Он по-прежнему нам дорогу Здесь исполняются все твои мечты Мы хотим, что город Чебоксары был самым благоустроенным, самым любимым, а самое главное, самым здоровым. Сегодняшняя утренняя зарядка показала масштабы нашего с вами желания. Я хочу поблагодарить горожан за их труд, за любовь и преданность родному городу. С праздником, дорогие друзья! Ждем рождения, любимый город! Город с каждым годом все лучше и лучше проводит свой праздник. Это говорит о чем? Это говорит о том, что горожане умеют зажигаться, умеют зажигать наших гостей. Так держать! Вы молодцы! Вечером Красная площадь Чебоксара вновь заполнилась до отказа. С неба сюда спустились звезды, да еще какие! Чебоксары цветет, люблю, целую, пляшем, танцуем вечного праздника вам. В душе празднуйте, любите друг друга, говорите друг другу нежные слова. Мы пожелаем процветания городу, всего самого лучшего, чтобы он расплетал. Как можно больше садиков, как обещали нам. Всего самого-самого лучшего. Процветания, счастья и, конечно, всем жителям добра, здоровья. Торжества отгремели, а столица республики уже начала подготовку к юбилейной дате. В 2019 году Чебоксарам исполнится 550 лет. Город к этому времени преобразится до неузнаваемости. Возведут планетарий, аквапарк и даже деревянный Кремль. Все это должно превратить Чебоксары в настоящую мекку для туристов. Впрочем, своим гостеприимством местные жители славились всегда. Чебоксары – это славный, светлый город. Тот город, который дарует каждому ребенку счастливые минуты единения с его национальным, этническим и модернизированным прогрессом. Ребенок Чувашия Чебоксары – одно целое. Я люблю тебя, Чебоксары. Наш город с днем рождения. Наш путь всегда вперед. День настаёт, когда мы слышим чей-то зов, И тогда мир стать единым готов. Где-то на планете есть Родина моя, Наш цветы говорят, как одна семья. Я, мой шувашкар, Тебя я знаю с детских лет, Ты всегда хранишь меня обеет. Твой залив небесный, Проспекты и мосты, Мой остров счастья – это только ты. Мы целый мир, Мы солнце дети, И твердо знаем, что за Чебоксары мы в открытии. Наша сила – Волга, Наш путь всегда вперед, Любимый город нас всегда зовет. Если духом пал, Надежда не видна, Но если вера есть, Нельзя сдаваться нам. Будем только вместе С тобою навсегда, Тебе могучий город скажем «Да». Мы целый мир, Мы солнце дети, И твердо знаем, Что за Чебоксары мы в Овете. Наша сила – Волга, Наш путь всегда вперед, Любимый город нас всегда зовет. Мы целый мир, Мы солнце дети, И твердо знаем, что за Чебоксары мы в ответе. Наша сила – Волга, Наша сила – Волга, Наш путь всегда вперед, Любимый город нас всегда зовет. Мы целый мир, Мы солнце дети, И твердо знаем, что за Чебоксары мы в ответе. Наша сила – Волга, Наш путь всегда вперед, Любимый город нас всегда зовет. 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 С днем рождения, Чебоксары! КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok